Это можно транслировать-то в эфир? Ну а что делать? Потому что синхронность работы тросов должна быть. То есть, когда он поднимает груз, надо, чтобы два троса поднимались с одинаковой скоростью. То есть, я говорю, если вы думаете, что это только при отрицательных температурах, даже летом на дизельной машине свечи накаливания не работают. Я, честно говоря, не знал. Константин Прова. Про технику, про предприятие, про людей. Значит, я на Челябинском крано-ремонтном заводе. Вы, наверное, помните. Данил, собственно, организатор, директор предприятия. Да, всем привет. Спасибо, что смотрите нас. Был приятно удивлен, что люди не только смотрят, еще и набирают по телефону, спрашивают. Мало того, покупают. Покупают. Причем один клиент приехал и сказал, прям четко сказал, я говорю, к вам приехал, потому что видео посмотрел. Это у нас здесь два конструктора сидит, кладовщик, директор по производству. Плазму, я смотрю, да, приобрели. Плазму пришлось поставить. Не то, что прям мечтали. Мы сторонние заказы вообще не берем. То есть, не с коммерческой точки зрения, а в целях экономики и удобства в работе. Потому что нужно что-то сделать, размещаешься, называют срок недели, а по факту и могут на месяц затянуть. Ну, то есть, не вариант вообще. То есть, приезжают заказчики, просят какие-то нюансы. Хотим вот это, хотим вот это. Ты понимаешь, карандашом начерпеть, нарисовать гвоздиком там можно. Потом по месту подгонять, это очень много времени занимает. Хорошо, когда есть квалифицированный человек, который это все отрисовал, присоединил виртуально к тому, что у тебя имеется. Все это виртуально подвигал, понял, что это ничему не мешает, то есть, ну, что это все в реалии будет работать. После этого изготавливаешь, с первого раза приятно. Обычно что-то делаешь, прикручиваешь, переделываешь, что-то не подходит. В общем, позвонил Данил, говорит, слушай, помнишь, в прошлом году снимали динозавра 76-го года выпуска? Приезжай, говорит, мы, говорит, его сделали. Вот оно. Ты вот сюда посмотри, табуреточка. Смотри, год выпуска, чтобы не сказать, что его. Да, 1976-й. Посмотри на него, он работает. Сереж, слушай, а можешь прокатиться на кране, а показать? Ну, 76-го года машина. Понимаешь, да, это вот, ну, из чего мы делаем? Почему мы взяли за основу РДК? Потому что, ну, ну, подожди, а у тебя сложности-то, вот еще раз тебе повторюсь, тебя нет, и вот искать, ты же должен такие, в принципе, искать где-то по России. Слушай, очень много машин, лидеры по количеству завезенных в СССР. То есть, они завезли нам больше, чем мы сделали за все это время, наверное, всех вместе и кромок. Подожди, серьезно? Да? Ты посмотри редуктор. Здоровье какое. В этом редукторе два подъема, основной вспомогательный. Ты видишь, да, что это все родное? Да, да, да. Ни один болт 76-го года не откручивался. И эта, зараза, работает, понимаешь? Динозавр просто. Сейчас покажем, чтобы не врем, что работает. Ты поверишь. Давай, сними. И покажи скорость работы, как он быстро у нас крутится. Аттракцион просто. Лебедка пошла. Поворотиком. За что мы его любим? Скорость поворотов. Обратите внимание. Понимаешь, скорость работы? И плавность работает. Лавно, да. Ничего не считается. 76-й год. Карусель? Да, что ли. Слышишь, как он останавливается, как он работает, как у него злы работает без шума. Да, да, да. Вы его хотели себе оставить. Да, хотели себе оставить. Слушай, приехали заказчики. И на самом деле, не то, что там им понравился он, или мы его рекомендовали. У них такая машина работает. Тоже с 70-х годов. РДК. И говорит, у нас без вариантов. Это сахарный завод. Заинский. И я не знаю, как у них правильный технологический процесс называется. Но проблема в том, что у них есть какие-то резервуары со свеклой. Не знаю, с отжимом. И им надо их чистить. Эти резервуары находятся на небольшом расстоянии друг от друга. И там проложены какие-то деревянные настилы, по которым он ездит. И пространство ограничено. И ни один из существующих кранов новых, 25-тонных, он по ширине не проходит. И мы говорим, хотим вот такую же машину, только чтобы она была не 76-го года, чтобы более-менее можно было на ней работать, чтобы не пугало клиентов на площадке, людей. Все. Вот эту, говорит, можете машину сделать? Ну, попросили, мы его подготовили. И у них грейфер тоже немецкого производства, родной, который был на 16-тонном экране. Он говорит, можете сделать один-в-один такой же. Мы приехали по образцам, сняли размеры и изготовили полностью с нуля. Вот этот грейфер. Преструктор ваш ездил, да? Да, 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 да. Полностью его отрисовал. Это вот один-в-один аналог немецкого грейфера. Как бы он полностью свое производство. Ну, тут на самом деле ничего сложного нет. Двухчелюстной грейфер. С механическим приводом. Фишка в том, что под этот грейфер нужен кран с лебедками, двумя, у которых одинаковая скорость. И подходит либо ДЭК-251, либо будет 16-тонный кран. Потому что они две лебедки, и у них скорость одинаковая. Потому что синхронность работы тросов должна быть. То есть, когда он поднимает груз, надо, чтобы два троса поднимались с одинаковой скоростью. Чтобы при этом был грейфер закрыт. Да, чтобы грейфер был закрыт, и он мог подниматься. Чтобы трос двигался с одинаковой скоростью. Ну, и открытие, понятно. Один трос стоит, вторым открывает. Многие даже не знают, что такая машина была. Редкая достаточно машина. Был еще кран РДК-400. Тоже очень хорошая машина. Тоже редкая машина. А шнальчиков вообще единица. Это вообще первый кран, который у нас в работе был. Который мы вообще, в принципе, и покупали. Это специфическая машина. Ходов какой-то, бушная. Вот видишь, траки. Как бы видны на них следы износа. Как бы согласована с клиентом. Потому что целесообразно новую гусеницу можно изготовить. Но цены сейчас на металл, знаешь, какие на литье. Они сказали, у нас грунт такой мягкий. Они следы работы видят, но видны на них. Но они еще работать и работать будут. Ну тут выработка-то по пальцам или по чему-то идет? Выработка по пальцам. Пальцы новые стоят. Увеличивается диаметр в проушном. Потому что пальцы с абразивным материалом трутся в соединении. В итоге лента меняет длину, увеличивает длину. То есть при работе, как из практики, убирает один трак. Как бы неправильно. Другого варианта нет. Здесь как бы изготовили новые пальцы. Поставили, собрали гусянку. Траки бушные. Потому что вот эти две гусеницы будут стоить по цене вот этого крана. Новое литье. Там сейчас уже подвесит. Сколько вот такой кран получается? Такой кран получается порядка 5 миллионов с грифером. Ну вот на сегодня, август 2021 года. Здесь единственное, нам пришлось этот редуктор поворота, механизм поворота перенести на другую сторону. Потому что кабины все с левым открыванием. Спросили у белорусов, а бывает справа, они говорят, нет, в основном всех автокранов слева кабина. А, вон как. Да, и нам пришлось редуктор поворота раньше там был. Нам пришлось перенести его на другую сторону и кабину поставить так, как привыкли. Из-за кабины, да? Да, из-за кабины. То есть полностью его разобрали. Ну, ты видел, как процесс. Разборка, дефектовка, дробиструйка. Ну, факт, это на самом деле пескоструй, ну, граншлагом пескоструем, это, в принципе, та же самая дробь по эффекту. Все, стреловое оборудование новое изготовлено. Грейфер с нуля изготовлен. Дополнительный механизм это успокоение грейферу. А здесь интересно. Получается, раскачку грейфера компенсирует. То есть он колебания демпфирует и успокаивает грейфера. А, то есть вот этот трос, который идет, да? Да, 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 да. За счет вот этих грузов, да? Да, грузики катаются и ловят, успокаивают качание грейфера. Он получается электрический полностью. Но отдельным модулем установлена дизель-станция. Как бы сам модуль для дизель-станции тоже сами собираем. Не потому, что как бы сторонние организации плохо делают, те, у кого мы заказываем дизель-станцию. Просто у нас нюансы есть, которые мы не можем им описать. Потому что, видишь, например, здесь у кузова там имеется отверстие, куда спрятан гидротолкатель. Потом блоки портальных групп, видишь, они тоже уходят, часть в кузов. То есть эти все нюансы обрисовать невозможно. Поэтому кузова приходится для дизель-станции делать с собственного производства. Слушай, это привод тормоза или что-то? Да, это электрогидротолкатель. А напомни, как он работает. Там насос стоит. Там получается электрический насос стоит, который нагнетает давление и поршень-цилиндр. Та же самая гидравлика. На 380 у нас? Да, 380. Это немецкий оригинальный, еще, причем первая модификация. Это гидротолкатели до 80-го года. То есть получается, вот этот цилиндр полноценный гидравлический, да? Да, в корпусе насосная часть. Кончатся когда-нибудь, короны, что делать будешь? Кончатся? Старые-то, я имею в виду, кончатся. Да как все, что сейчас работает, старые становятся, понимаешь? А, да, то есть не только вот эти вот машины. Ну, то есть это. Некоторые машины по второму разу приходят на ремонт. Нам же как бы не принципиально, что именно РДК. Можем любую машину модернизировать и отремонтировать. То есть у стреловой оборудования у нас и на Литхер заказывали, и вставки на 100-тонную машину. Причем там на самом деле не так все просто. То, что по Литхеру делали, по хитачи, и запрашивали паспорт информацию, там стали таких у нас просто аналогов даже нет по пределу текучести, по прочности вообще. Поэтому переходили на нашу отечественную сталь, но с увеличением толщины стенки, с увеличением наружного диаметра трубы. Проблема у нас в том, что у нас там, когда говорят про импортозамещение, там давайте это, ну начнем просто с материалов, просто аналогов у нас нет. То есть обидно, что нашу сталь отправляют на улучшение, из нее же делают сталь, которую нам продают те же финны. Про это я как бы знаю, за последний год за этот съездил на крановые заводы, на Ивановском крановом заводе побывал, и, значит, был на заводе, который автовышки делает, все поголовно покупают зарубежную сталь. Вот это S500, S700 и так далее. Максимум, что где используются наши стали, это в менее ответственных деталях, там это типа аналоги Hardex'а начали на кузова использовать, на самосвальной, то есть делают у нас. А все, что касается стрелового оборудования, кранов, все импорт. Когда говорят там про высокотехнологичное импортозамещение, это замещение, ну из чего, ребят, делать, потому что, ну, даже просто материалов нет, чтобы что-то сделать подобное, с подобными характеристиками. Ну, пройдет время, может быть, и все-таки получится. Начнем из стали делать. Хочется верить. Но время это точно пройдет, если по поводу получится, не получится, вот вопрос, конечно. Говоришь, от теплого пола отказались, да? Да, от теплого пола отказались, потому что не работают полупроводники, бытовые полупроводники не работают при минус 30 и ниже температура. А вот она, пушка, еще не поставили, да? Да, у нас там розетка стоит, то есть ее в любое место бросил. Ну, то есть это бытовая, просто теплова. Да, просто в любом магазине пошел купил. Сплит-систему, мы с тобой говорили, что из практики она комфортно работает до минус 25 градусов. Подогрев сидения, как бы, замечательно себе ведет автомобильный. Слушай, я смотрю, немножко панель передняя поменялась. Раньше у тебя компьютер стоял, как бы, на ножках на отдельных, сейчас вот он в панель сразу монтирует. Да, тут только не компьютер, тут не только компьютер резонансовский, тут получается еще блок управления дизель-станцией. Тут многие клиенты вот эту дизель-станцию используют как аварийную. Кто-то вообще снимает ее, на объект на другой возит, ставит. То есть в случае демонтажа, например, вот этой станции, у нас дополнительно с краном пойдет противовес весом тонна 200, как бы, который запасом компенсирует. Она порядка 900 килограмм, это ставится вес, 36 киловатт. Ну, полтракторный, по-моему, дизель. Да, и китайский генератор. Это малютка на 36 киловатт, больше ему, как бы, не требуется этому крану. То есть это как аварийную, ее иногда просто снимают, убирают, там какие-то другие потребители подключают к ней, где-то на объектах, где нет электричества. А так, ты сам понимаешь, целесообразность работы на электричестве, на солярке, если у тебя есть электричество. Свечи накаливания, они даже летом у дизеля работают, потому что необходимо ему температуру создать в камере не как на улице плюс 20, ему же разогреть надо камеру, чтобы из топлива воспламенилось при сжатии. То есть, я говорю, если вы думаете, что это только при отрицательных температурах, даже летом на дизельной машине свечи накаливания не работают. Я, честно говоря, не знал. Постоянно они работают? Постоянно. Да? С кнопки запускается, да? Да-да-да-да, покажем. Все ошибки на мониторе, какие проблемы по топливу, информация. То есть, через... Защита от дурака хорошая. Через сколько должно запуститься? Свечи накаливания, то есть, работает свечи накаливания. Даже летом, понимаешь, про что я тебе говорил. Во! Волшебство! Артем, покажешь грейпер? Все, закрылся. Да, закрылся. Вот, получается, видишь, два троса с одинаковой скоростью поднимает. Два барабана работает. Ну, то есть, один трос, это тот, который чисто управляет грейпером, получается? Да, один открыванием-закрыванием, второй работает на подъем-опускании. А это пока не обрезали ставки еще будут, стрелы? Да, непонятно, на каком вылете он будет работать, и успокоитель уже по месту отрежет, как им удобно. Мы приехали к ним на объект, они говорят, вот 16, но нужен такой же, только чтобы был, как бы, ну, цивилизованный внешний вид, новое электрооборудование, чтобы какая-то гарантия на него была. И грейпер говорит, можете такой же сделать? Это ГДР-овская разработка, это не наша разработка. Изготовили им такой же грейпер 1.1. Заглуши, Артон. 40 секунд он еще сам ждет, грейпер сам отключить все. То есть, ну, заглушил уже. То есть, дизель можно сразу глушить? Ну, по идее, это, знаешь, на самом деле предрассудки вот по поводу того, что, знаешь, турботаймеры ставят. На самом деле, Костя, в системе, когда ты глушишь двигатель, у тебя масляное давление падает очень медленно. И ее вполне хватает для того, чтобы смазывать подшипник на время, пока у тебя инерция турбина остается. У тебя дизельная машина? Да. У тебя нету турботаймеров? Нет. И это сразу, все, сразу заглушит. Да, единственная проблема, если бензиновый, высокофорсированный мотор, она разогревается очень сильно. А есть другой момент, что к турбине, по идее, картриджи турбины, так называемый, вот этот подшипник скольжения, где расположен, где у тебя ось, на которой два колеса турбина расположены, он у тебя нагревается очень сильно из-за горячей части, которая иногда до красна разогревается. А у нее есть тассольное охлаждение, рубашки. Не на всех же турбинах есть тассольное охлаждение? Не на всех турбинах. Ну, на высокофорсированных, на бензиновых машинах, на всех есть вот этот жидкостное охлаждение. И ты когда глушишь, получается, у тебя тассоль начинает в ней кипеть, потому что там температура до 800 градусов доходит. То есть, поэтому на бензиновых, на тех лучше погонять, турботаймер, чтобы стоял, да? Да, да, ну и то это есть, понимаешь, если ты в городской эксплуатации, ты подъехал спокойно из пробки, ну какой смысл? Если ты там, конечно, где-то носился по трассе, там где-то шпарил, там остановился на заправку, лучше, да, конечно, не грузить. Не глушить машину, чтобы она поработала. Вот и все, единственное. Оно как новое, вообще выработки не видно. Когда заказчик сказал, можете из вот этой вот какашки сделать нам кран, мы как бы пытались их отговорить, ребят, может, как бы ту машину, на которой у нас хотя бы ходовка есть, потому что, ну, все хорошо в машине, например, траки видишь, да, бушный, нормально, нас это, в принципе, момент устраивает, знаем, что это все будет работать, как бы, ну, внешний вид, да, ну, не совсем красиво. Мы когда начали разбирать его, готовить к реинкарнации, или как это назвать, слушай, мы удивились, в редукторе основного подъема у нас вместо масла вода была, то есть, я не знаю, сколько, десятилетий проработал с водой без масла на сухую. То есть, были такие положения, когда он стоял, и вот, понимаешь, до шестерни она крутится в воде, и видно, что в определенный момент он длительное время стоял, потому что прямо ржавая полоска, ржавые зубья. И при этом все работало, то есть, мы этой мелкой фракции, можно сказать, стеклошариками, даже не дробью, а скаструили, посмотрели на состояние, как бы даже на полировку не нарушили зубик, почистили, собрали, редуктора заменили манжеты, залили масло, он там спустя 30 лет масло хоть в редукторах увидел, понимаешь? Счастливый тебе! Счастливый! По поводу бесшумной работы узлов, можно прям ближе даже к редуктору подойти, чтобы послушать, как он работает. Абсолютно не слышно. Ну, слышно ты вот гусянку, и все. Редуктора у него, видишь, я тебе показывал, уникальный, двух скоростные. Видишь, получается, есть нейтральное положение, и есть выбор. Первая, вторая скорость. А, ну, то есть, это вручную, это не из кабины, это заранее. Да, 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 да. То есть, насколько, как бы, они пытались все продумать, то есть, для интенсивной работы есть второе положение, вторая скорость. Это прибор безопасности, это угол подъема стрелы. Резонанс. Да, то есть, несмотря на то, что будет работать с грейфером, поставили все датчики, потому что тоже можно перегрузить, то есть, там, вылет стрелы сделать критический, поднимать, ну, можно сломать машину. Это датчик поворота, да? Да, датчик поворота. Там он концевой выключатель. Ну, то есть, получается, вы уже, как бы, осовремениваете кран по приборам безопасности, да? Конечно, соответствую всем требованиям. У нас, наверное, сейчас монополист по приборам безопасности, наш челябинский завод Резонанс. Как бы, довольно-таки удобные, компактные датчики с информацией по ошибкам. Ну, единственное, бывает нарекания, как бы, пока, ну, не буду говорить, чья вина, ну, есть проблему с концевыми выключателями. А дверца фиксируется, да, получается? Да, дверца открывается, закрывается, фиксатор есть с кабиной. Все. А, вот оно. Это сами уже или это с кабиной? Нет, нет, это все белорусское исполнение. Нет со сдвижной двери? Слушай, Кость, вот, может быть, и есть. Мы сейчас заказали северное исполнение, посмотреть, что за кабины. А вот сколько машин собирались с этим кабиной? Не про эти, а вот про автомобильные, по крайней мере, командчики писали, что очень удобно. Сдвижная дверь, что такая дверь бывает, когда надо, есть необходимость немножко открыть, не на полную. И, говорит, сквозняком ее это может закрыть. А сдвижную, насколько надо, открыл, как бы, и работаешь. Вот все тут, все управление. В принципе, ну, проще не бывает. Ну, как вообще удается уйти от системы с гигантскими этими, как их там, пускателями, как они правильно называют, контакторы, к таким маленьким? Просто делается запас по току, получается. Гигантские пускатели, они сделаны на 160 ампер. Таких токов в крану нету. Если по двигателю у нас двигатель, допустим, идет 18 киловатт, на него надо 65 по документам. Мы ставим 95 пускатели, и тем самым искрообразование уменьшается по максимуму, и контакты намного дольше живут. В принципе, когда делали просто, старые ремонтировали краны и делали по заводским номиналам, все, просто заводской ставили. Там частенько выгорают контакты и прочее. Просто сделали, взяли следующий номинал, да, это экономически невыгодно при сборке, но со стороны эксплуатации еще ни один человек не позвонил и не сказал, что у нас выгорели контакты. Слушай, а еще я так понял, вот эта фирма-то, она более доступная, да, ее купить всегда можно? Да, это дешевая китайская фирма. У меня дом такие же стоят, эти автоматы. Они... Вон они, вверху. Получается, цена-качество, у них соотношение самое оптимальное. Если брать немецкую аппаратуру, то цену можно умножать на 4, на 5, где-то так. Расскажи еще про сопротивление. С ними ничего не бывает со временем? Ну, просто родные же стоят еще. Бывает. Если его принудительно жечь и постоянно там на первой передаче работать, то тогда они выходят из строя, перегреваются. Ну, немецкие этому меньше подвержены, у них теплоотдача хорошая, и он остывает, успевает остыть. Советские колбаски, они чаще перегорают, у них место пайки отлетает. Здесь в немецких нету пайки, поэтому в них ломаться нечему. Там все болтовое соединение, хорошее, крепкое. А приведи еще пример, почему тиристорны не всегда хорошо? В прошлом году вы мне рассказывали? С температурами, по-моему, что-то связано? Да, тиристоры, получается, при отрезательных температурах, больших полупроводник, он переходит в проводник, либо в обрыв уйдет. Для него, получается, надо будет собрать шкаф с терморегуляцией, совсем... С подогревом. Не с подогревом, там, именно с терморегуляцией, потому что полупроводнику плохо как жара, так и холод. То есть летом в шкафу будет жара, зимой будет холод. Ему надо корректировку температуры. Слушай, а вот этот тормоз, он чисто электрический или тоже? Не, электрогидравлический. А тоже электрогидравлический? Да, 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 они все электрогидравлические. С электрической частью проблем, в принципе, нету. То есть полируем шток и желательно манжету новую поставить. Вот просто интересно было показать людям, потому что есть благодарные зрители, которые нас смотрят. Я сам был удивлен от количества просмотров и от комментариев. Елесно было, приятно прям. Барзаешь, иногда такое чувство, когда что-то делаешь, кажется, что ты какой-то ерундой занимаешься, никому не нужно. И понимаешь, как кажется, что ты в сумасшествии каком-то находишься. Да, тут люди смотрят, пишут положительные комментарии, что молодцы, что ты делаешь. Знаешь, как приятно. А мне тоже приятно, когда люди говорят, что ты что-то поснимал у нас, а потом к нам покупатели пришли. Да, не только покупатели пришли. Но, знаешь, некоторые моменты тяжело бы даже по телефону объяснить. То есть надо показать, как это расположено, как это работает. Здесь, кстати, кость кабины несъемная. Вот в отличие от тех машин, у которых там у нас стоят розетки, которые легкосъемные, эта машина не имеет возможности переезжать в габарите. То есть это машина негабаритная, которая перевозится на тралле. Поэтому необходимости снятия кабины у нее нет. Сколько автокранов-то за этот год сделал? Год прошел, наверное. Чуть меньше вообще. Посчитать надо. У нас же еще ремонтная работа есть по кранам, которую не очень любим. Но иногда, знаешь, отказываться денег не будешь. Константин Прова. Про технику, про предприятие, про людей. Пойдем к РДК. Подойдем. 15-ти метровый маневровый густек и стрел, по-моему, 27 метров мы собрали. На испытаниях подняли мы на нем 30 тонн. У нас противовесы кончились, которые поднимать можно было. Вот тут ширение, да? Сколько тут? Метра ширина, метр длина балок. То есть на метр расширили? Расширили метр в длину, добавили два катка опорных. Вот, кстати, немецкий элемент редуктора. То, про что я тебе говорил. Вот, состояние всего. То есть тут вот как не ищи выработку. Как бы многие механики сказали, обкатку не прошел еще. Вот это обычная машина, портальную группу собираем. Вот портальная группа РДК, вот расточка. А вот это, получается, катки? Это поддерживающие катки. Вот из литья. Вот они делаются изделия. То есть вот это уже вы расточили сами? Да, здесь токарка. Взяли новое литье. Да, да, ну он каток стоит в этом. Да, и вот его отточили. То есть получается в понарушке он оттачивается. Да, и внутренняя ступичная часть. Это пятикоординатный дремучий станок советский. Но работает вообще? Работает. Костя, это вот проект Грейфера, про который я тебе говорил. То есть у нас человек выехал, все это отрисовал по образцу, сделал чертежи. Сначала виртуальная сборка идет узла. Проверка, что... Там, слушай, шестерни есть, да, чтобы синхронно-то было? Я их не заметил, если честно. Как бы вроде может показаться, что мы на коленке делаем, но на самом деле тут расчеты есть, и на устойчивость расчета есть, и испытания. То есть цвет там самый нагруженный мы ставим. Все серьезно. Возможно, деформация, как это выглядит. У нас вообще полностью кран отрисовал наружение. А можешь раму показать, балки, вот то, что мы удлиняли. То есть некоторые скажут, вот ребята там взяли и отрезали, и кусок приварили. На самом деле не так все просто. То есть там потребовались дополнительные усилители внутри металлоконструкции. Вот он, этот кран. Он желтым видно в вставке, да, вот эти вот? Да. А, и вот и в гусянке видно. Напишите в комментариях, вот что бы вам было интересно, здесь у Данила посмотреть. Кстати, я знаешь, что вспомнил? Всем было интересно, тебе надо свой канал в ютубе вести. У тебя, говорит, попрел. Костя, когда? У меня же эти увлечения автомобилями есть. Вот, вот автомобили снимай. В общем, пишите в комментах, на что обратить внимание, что поснимать. О чем поговорить. Маленькое объявление, не переключайтесь. Да, вот уважаемые зрители, если у вас есть какая-либо информация, как это говорят о местонахождении старых немецких кранов, просьба сообщать нам за вознаграждение. Потому что ввиду того, что у китайцев появился повышенный спрос на металл, у нас появился повышенный спрос на металлолом, соответственно. И вот эти вот немецкие машины уникальные режут в металлолом. Что-то продают на запчасти, как бы, элементы ходовки, тоже только подвержены износа. Основная часть узлов и агрегатов этой машины никому не нужна. Потому что в плане запчастей неинтересно, ввиду их отсутствия потребностей на вторичном рынке вообще, на запчасти на эту машину. И эти узлы никуда не подходят, они специфические, только на кран, а их сдают в металлолом. Вот у меня такая просьба, если вы знаете, где эти машины находятся, если кто-то собирается пилить их на металлолом, ребят, готовы купить выше цены металлолома, если вам нужны какие-то запчасти с этих машин, оставьте себе. А вот то, что вы планируете, вот, вот, взять и порезать металлолом, отдайте нам, нам нужны рамы, балки нужны нам, нам нужны редуктора, которые, как бы, обычно вот эти все узлы сдают в металлолом. Мы готовы купить, договориться с вами по цене, просто жалко эти машины. Мы их иногда просто набираем впрок, узлы, агрегаты, что мало ли что, пусть это все будет. Все, всем спасибо большое. Взалезные комментарии. Будем стараться. До свидания. У меня мужик ревнивый, военный. Дай пошутить. Такая улыбка замечательная. В общем, кто еще не понял, мы в офисе Челябинского кроноремонтного завода. Здравствуйте. Это бухгалтерия, да? Да, видишь, что тут снабжение. Не насильно это. Сейчас я хотел снабжение. Видишь, бумаги не меньше. Нет, нет, бумаги не меньше. Нисколько. Ясно. Нет, а то мы показали железо-то, да. А надо же офис все равно показать. Здесь у нас ребята занимаются немножко другой тематикой, не связанной с кронами. Это у нас. Здравствуйте. Обслуживание энергетических комплексов. Вот, Мишка, может рассказать. С кем работаем с компанией? Спортом. С Ульцер. Сименсом. Это вот турбины, да? То, что ты рассказываешь. Да, тоже турбины. В этом году у нас прям много работ. Человек, видишь, моргает через раз. Нервная техника больше. Сколько, Миша? Больше 100 человек же, да, в работе было? Больше 100 человек командиров. Нет, не одними кранами занимаемся. Потому что бывают такие периоды, когда по крановой тематике работы немного. Не выжить на кранах. Да, пришлось как бы учиться делать все подряд. Поэтому и строительством занимаемся, и обслуживанием энергетических комплексов, продажей запчастей и кранов. Нестандартным оборудованием. Ну, не стандартным, а поскольку-поскольку. А, понял. У нас отдел продаж. Один человек у нас в Москве, и один человек в вакантное место свободно. Если у кого-то есть желание. На работу. Кто-то умеет торговать техникой, да? Спецтехникой, запчастями. Нестандартным оборудованием. Кого милости просим. Ребята давно работают. Татьяна Григорьевна у нас. Это человек, который с детства занимается продажей спецтехники. Огромный опыт у человека. 20 лет стаж. Ольга Алексеевна, вообще с ней лучшие годы жизни прошли. Можно сказать, родственники, наверное, уже можно считать. Почему не прошли тогда? Сколько? Лет 15? Все еще продолжаем. Сколько лет? 15? Больше? 2004 года. 2004 год. Это что? 17 лет. 17 лет. 17 лет, представляешь, работаю. Юля, это у нас молодой состав, но очень, очень перспективный. Девочка пришла вообще, как бы не имела представления о спецтехнике. А сейчас носу делают прям многим, на самом деле. Парень у нас был менеджером. О, Влад. Дела шли замечательно. Человек уволился, потому что решил изменить вообще всю свою жизнь. Не то, что где-то нашел лучшую работу, решил стать инструктором по сноуборду и уехать в другую сторону. Представляешь, что в другую страну даже? Да, кардинально. То есть продавал спецтехнику, работа шла очень хорошо. Настолько хорошо, что она просто... И что, где он сейчас? Не разговаривал с ним? У меня есть знакомый в Америку, я, честно говоря, в Калифорнии сейчас живет. С семьей совсем. Тоже страшно вообще. Как так раз все и поменять? Я, честно говоря, молодой парень. Смелые люди. Счет правлю. Ну, в принципе, можно счет. А, еще хотелось бы... Офис показали. Ты говорил, что у тебя есть какие-то еще дополнительные запчасти. Обращайтесь. Обращайтесь. Набирайте. Если есть желание поработать, как бы ищем мы специалистов в области механической обработки. Менеджер по продажам требуется. Люди, которые просто умеют руками хорошо работать и хотят заработать деньги. То есть, сварщики, токы, сборщики, механики. То есть, милости просим. Ладно, до свидания. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»